Рабочее совещание провёл заместитель главы муниципального образования города Десногорск Александр Новиков. Особое внимание было уделено проекту «Комфортная городская среда». Работы по этому проекту продолжаются. Ремонт придомовых территорий в самом разгаре. Также на аукцион выставлен городской пляж. Ведутся поиски подрядчика и в ближайшие месяцы. Горожане увидят результат. С 1 июля в Десногорске начинает свою работу новый перевозчик. У нас появляется новый перевозчик городского транспорта. Расписание движения автобуса будет неизмена. Цена билета также. Проездные билеты продаются на территории городского рынка. Лидия Штаний напомнила ученикам 10-х классов, планирующим поступление в медицинские вузы в следующем году, о необходимости подать до 12 октября 2019 года заявление и копию паспорта в приёмном СЧ-135. Также она сообщила о проделанной работе сосудистых хирургов, в результате которой было осмотрено 80 человек. Часть из них отобрана на оперативное лечение. Следующий приезд хирургов запланирован на октябрь. И аллергологи-гиммунологи планируют приехать первые недели сентября. То есть запись на служебе в 106 кабинете. Это для взрослых. И дети непосредственно записываются педиатрами. Продолжается ремонтная кампания на квартальных тепловых сетях 2-го микрорайона. Проводится полная замена теплосети от 20-го дома до 22-го. Это свыше 200 метров. Планируем переложить полностью эту магистраль в течение этой недели. Теплосеть служила 27 лет. Скрытие показало, что в принципе она не пригодна дальнейшей эксплуатации. В культурной жизни города полным ходом идёт подготовка к предстоящему 28 июня празднованию Дня молодёжи. Место проведения территория автопарка. Это первый микрорайон рядом с домом 1-8. Праздничная программа «Я молодой». В программе фестиваль красок. Диджей еврей, диджей Завируха, кавер-группа «Кабачки». Студия эстрадной песни «Ренессанс», «Пенная вечеринка». Начало в 17.00. Сдача школьных экзаменов позади. И 28 и 29 июня в Десногорске пройдут выпускные вечера выпускников 11 классов. В целом атмосфера в городе благополучная. Вспышек летних инфекционных заболеваний не зафиксировано. МЧС, пожарные и органы полиции работают в обычном режиме. Белита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Розганова, Десна ТВ.